Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Начну несколько издалека. Дело идёт к 70-летию. И как любой здравомышлящий человек, пожилой здравомышлящий человек, наблюдающий за окружающей жизнью, и начинаешь понимать, что по большому счёту ты очень мало кому нужен. И там, где как-то пересекаются денежные интересы, то надеяться на какое-то понимание, сострадание и помощь довольно-таки трудно. И в частности, в частности, это сказывается с лечением. Ну вот посудите, люди приобретают профессию для того, чтобы зарабатывать деньги. Оканчивают мединститут или медицинское училище, профессия, всё, сейчас будем, значит, работать и получать за это. И практика показывает, что врачевание – это весьма неинтересное занятие. Тем более, врачевание разбилось на разного рода профессии. Это флеболог, это андролог, это сердечное, там, сосудистые заболевания специалистам, по суставам и так далее, и так далее, и так далее. Онколог, там, ухо, горло, нос, ну и так далее. Кожный, вен диспансер, там, венерический врач. Ну, короче, огромное количество. И полноценно как-то не то, чтобы они как-то там здоровье вам вернули, или ещё что-то. А даже поговорить у них просто-напросто особой времени нет. Потому что надо принимать больных с постоянными жалобами. В конце концов, когда это длится месяцы, годы, это надоедает. Поэтому я думаю, что не надо строить иллюзий, что то, что вы нажили в течение практически всей своей жизни, и обратившись в лечебное учреждение, вам всё это быстренько исправят. Я думаю, это просто-напросто наивно. Ну, а теперь почитаем письмо. Почитаем письмо одно, а потом ещё будет. И ответим на вопросы. На вопрос их связанных. Здравствуйте, Петрович. Это пишет Алена. С вашими книгами я познакомилась 25 лет назад. Сейчас мне 45. И все эти годы, примерно, применяя описанные вами методы лечения, ну, это не методы лечения, а методы, как бы, работы с собственным здоровьем. И в частности, голодание, уринотерапия, правильное питание, пытаясь заниматься с разными дыхательными упражнениями. Молодец. За эти годы вылечил у себя несколько болезней. То есть, за счёт того, что человек нормализует работу своего организма, у него исчезают разные болезни и недомогания. А вот врачи залечат таблетками. Ну, вот, пытаются, пытаются то, что человек, не понимая, что образ жизни – это самый большой рычаг, как в восстановлении здоровья, так и в его утрате, и надо над этим работать. То есть, если вы питаетесь неправильно, если от вашего питания и эмоциональности создаются запоры и прочее, 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 которые выражаются в конкретном, там, допустим, заболевании, и вы пытаетесь это всё. Врач, ага, у вас запор, а я вам дам там таблеточку, и вы будете, вот это самое, грубо говоря, сходите в туалет. А как он питался, так дальше питается. То есть, причина остаётся, в итоге, если это ослабительные таблетки, они могут высушить слизистую желудочно-кишечного тракта, из-за того, что вот это вот они делают, и слизистая вообще перестанет работать, ни на вот эти таблетки реагируют, ни вообще, ни на что-то. И человек тогда вообще не понимает, раньше хоть там с ослабительными таблетками ходил, а сейчас вообще никак не скажу, ну что, что-то такое, чтобы вы понимали, вот что это там такое. Значит, потом бросаю и на голодовку с применением уринотерапии, и всё нормализуется. А вот тут, знаете, опять-таки, вот врачи лечат таблетками, потом бросаю и на голодовку с применением уринотерапии. Не надо, не надо вот эти делать качели. То я лечусь таблетками, то я пытаюсь лечиться голоданием и так далее, и так далее. А вот здесь, вот здесь, вот я в настоящее время, я ничего не использую там, не голодаю, не что-то там, таблетки принимаю, ещё что-то, ещё что-то. Я, в конце концов, стал вести такой образ жизни, который свойственный моему организму, и у него всё работает. Всё работает, мне не надо ни таблетки принимать, мне не надо ни голодать, мне не надо ещё что-то делать. При этом я делаю минимум того, чтобы поддерживать своё здоровье. Если я чувствую, что надо побольше, я начинаю побольше. Ага, там, допустим, где-то в питании, ну, допустим, больше хурмы, грубо говоря, есть, то есть мягкую клетчатку там. Если не хватает там движения, значит, я начинаю больше двигаться. Если не хватает ещё чего-то, я переедаю, значит, я меньше ем. Если я чувствую, что у меня стул твёрдый становится, я стараюсь его с соответствующими продуктами и режимом дня там разжижить. То есть всё это делается. Если у меня плохой сон, например, я плохо, не плохой сон, а я засыпаю слишком поздно, значит, я встаю рано и не ложусь спать в обед. И тогда в 10 часов мне хочется спать, я, значит, засыпаю, а то даже ты раньше. То есть мы всё должны регулировать, руководить этим. А так, если мы так, знаете, вот как-то как жили, так и живём, а потом думаем, а это сделаем таблетками, а это сделаем, значит, голодаем. Это неправильно. Это неправильно. Вот. И всё нормализуется, а потом опять куда-то всё скатится. Я применял обычное голодание, но меня в последнее время заинтересовало сухое каскадное голодание. Описано в одной из ваших книг. Но я не совсем поняла, как входить в сухое голодание. Нужно ли перед входом, так же, как и в обычное голодание, очистить полностью кишечник. Желательно. Желательно. В зависимости от того, сколько вы там будете голодать. Смотрите, если мы с вами не очистим перед тем, как входим, допустим, ну, хотя бы в недельное голодание, там, вот так скажу, в недельное голодание и более длительно, что у нас получается? То, что имелось в кишечнике, оно остаётся и начинает выводиться через то, что всасывается через кишечник в кровь, и потом всё это выводится через лёгкие, через носоглотку, через кожу. Редко получается так, чтобы кишечник сам срабатывал. Хотя и такое бывает. Бывает и такое. Но редко. То есть, это, смотрите, дополнительная нагрузка, то, что у вас имеется в толстом кишечнике, и вы начали голодать, это всё должно всосаться, либо же оно становится, знаете, как каменюка, обезвоженная, вот, всосаться и вывести из организма вот теми путями, о которых я вам рассказал. То есть, это большая нагрузка, вы всё это, всё это, то, что должно выйти нормально через толстый кишечник, должны пропустить через свой организм. Это нагрузка. Поэтому лучше всего вы можете использовать слабительное, что там у нас, магнеза или там это самое. Приняли, пронесло, всё, и входите в это голодание. Либо же сделать очистительные клизмочки, парочку только, можно там три, одна за другой. Сделали, ну там. То есть, чтобы этого не было. Это облегчит вам, значит, ваш голод. Не будет никаких особых интоксикаций. Хотя некоторые привыкают, да и так как-то нормально. Ну вот, важно почувствовать вот эту разницу, что вы сделаете с очисткой кишечника и без очистки кишечника. И потом можете сравнить, чтобы это у вас было. То, что во время сухого голодания, а вот теперь, о чём я говорил, то, что во время сухого голодания пять дней не пить воды и не делать клизм, это понятно. Вообще-то очень тяжело. Это понятно, да. А вот при входе в сухое голодание в книге не сказано. Ага, ну я сейчас только что сказал. Далее. Я пробовала без полного очищения кишечника сухой голод два дня. Как написано. То кишечник должен сам опорожняться во время сухого голода. Нет. Это вот, знаете, вот должен. Это всё должен. Мы все с вами уникальные люди, не имеющие на эти, как бы сказать, братьев, близнецов и так далее. Мы все по-своему, значит, единственные. И то, что, допустим, у одного происходит, не обязательно может происходить у другого. И, скорее всего, скорее всего, должен сам опорожниться во время сухого голода. А вот это не происходит. И чаще всего бывает так, что не происходит. Но у меня кал обезвоживается и не выходит. Да, вот так именно и поступает. То есть, в большинстве своём примеров так и происходит. Для того, чтобы, вот смотрите, работал кишечник, ему надо, во-первых, значит, объём, должна быть влага и вот эта мягкая клетчатка, которая создаёт объём каловых масс и всё это выходит. А тут, когда даже вот так мы съели, но у нас получается, что организм находится на сухом голодании, значит, мы через толстый кишечник всасываем воду лучше, чем через вообще ротовую полость и желудочно-кишечный тракт. Именно там происходит всасывание. Поэтому там обезвоживается всё. Это, как говорится, так оно и должно быть. Значит, обезвоживается и не выходит. Поэтому два дня, когда я начал выход из хого голода, из зелоклизма и кал был круглый, твёрдый, скопилось много газов, и они плохо выходили. Да, так вот и есть. Поэтому, 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 тем более, если у вас такое, делайте перед входом голодания то, что я вам сказал. Либо слабительно, либо клизма. Чтобы вот этого не было. То есть, вот эти газы и прочее, прочее, вот это всё надо ввести. Плюс круглый и твёрдый может поранить прямую кишку, трещину прямой кишки. Зачем вам это надо? Так, получается, организм эти два дня питается тем, что было в кишечнике. Нет, вот тут вот неправильно. Он не питается тем, что было в кишечнике. Питаемся мы пищей. Она у нас в тонком кишечнике всасывается и пошла. Дальше то, что не всасалось, то, что лишнее, то, что не нужно, спустилось в толстый кишечник. В основном. Там уже просто-напросто добираются некоторые там вещества. Вода, значит, но об этом не будем говорить. Значит, всасывается вода, формируется, будем говорить, этот самый кал, колбасообразный, чтобы он там был. Если он нормальный. Такой, знаете, как консистенция, как зубная паста выдавливается примерно. Ну, чуть-чуть может быть потвёрже, пожёстче, пообезвоженнее. Ну, так вот пастообразное давится. Либо же, если он там застоялся и всё там засалось, у нас получаются вот такие вот каменюки. Так называемый козий кал. Это говорит о том, что пересушили область прямой кишки. И она после этого начнёт неправильно работать. Она может вообще не работать. От этого может возникнуть запор, от этого может возникнуть трещина, от этого может возникнуть геморрой. Насильственный стул и так далее. Это не это. И, значит, питаться. Не питается, а он просто-напросто выводит вот это всё, что он может, должен вывести через прямую кишку. Он частично это всасывает в себя. И выводит через другие системы, для которых это тяжело, для которых это не свойственно. Вот эти все вещества, они действуют, ну, будем говорить, ослабляющим организм. Их надо вывести. Выведение – это работа. В любом случае, там, токсические вещества, к ним, значит, надо ещё что-то присоединить, что-то надо обезврезить. А это, как правило, ещё они через печень проходят. То есть, нагрузка на печень, нагрузка на почки и так далее. Чтобы вы понимали. Но это не питание, это просто нагрузка на выведение. Вот мне и непонятно, можно ли очистить полностью кишечник, а потом провести сухое голодание 5 дней без воды и клизм. Да, очищайте кишечник и, если вы решились, ну, делайте. Ответьте мне, пожалуйста. Ответил. Не знаю, за какие грехи у вас дальше. Но у меня 3 месяца назад диагностировали рак груди 2-я стадия. Обнаружили бы ещё 2,5 года назад, но онколог непрофессионально и ужасно неправильно сделал биопсию из груди, раскурочивая её всю в нескольких местах, хотя опухоль хорошо прощупалась, и биопсия рак не показала. И биопсия рак не показала. А может быть, это и, как бы сказать, естественно, всё это может перерождаться и так далее и тому подобное. Но вот опять-таки, вот видите, отношение, отношение к вам, ну, у меня как-то слов даже нет, как это назвать, знаете. Какое-то бережное отношение, какое-то человеческое отношение. Расковыряли то, сё, пятое сделали, надо, не надо, да-та-та-та-та-та-та. И мы тут ни при чём. И мы тут ни при чём. Хотя он уже был. Ну, видите, биопсия рак не показала, хотя он уже был. Ну, если они говорят, был, не был, да, это уже, как бы сказать, к ним. То есть, любая опухоль доброкачественная там, она может перерождаться в злокачественную. То есть, если вот опухоль появилась, и дальше она начинает прогрессировать. То есть, образ жизни человек не меняет. Допустим, у него были запоры, они продолжаются. И, как правило, со временем вот эти вот все вещи вот так вот могут и проявиться. Так, более того, после биопсии, через год я во время упражнений сломала ребро, но не поняла этого. Думала, сильно мышцу потянула. А оказалось, сейчас обнаружили, что это метастазы в кости ушли в несколько мест. Вот я, знаете, как бы вам говорил, а почему метастазы уходят в кости? Чё им там надо? Вот что им надо раку в костях делать? Оказывается, в костях имеется костный мозг. Костный мозг – это фабрика, которая вырабатывает стволовые клетки. То есть, эти клетки выходят с током крови и замещают те клетки нашего организма, которые износились. Поэтому вот этот вот рак, он туда и лезет, где самое-самое, знаете, вот лакомое местечко, туда, где всё это образуется. Ему не надо там что-то там делать. Ему надо именно вот это самое ценное. Как червячок, который прогрызает яблочко и добирается к семечке. Вот вроде бы и мякушка, да, она съедобная, там есть сахара, то есть, чё этот самый, червячок не ест вот это яблочко, мякоть его. А оказывается, наиболее ценное находится в косточке, потому что мякоть просто-напросто, грубо говоря, распадётся и всё, она ничего не даст. А вот зато зёрнышко содержит жизненную силу, которая может прорасти и дать яблоньку. И вот он стремится к этой жизненной силе. И оказывается, в наших костях как раз вот имеется вот эта жизненная сила. И, кстати, я с помощью гравитационной гимнастики или изодинамической гимнастики, ну вот я вам показываю всё там, рассказываю, что я делаю. Я как раз занимаюсь тем, что стимулирую работу костной системы. Поэтому, в данном случае, если вы живёте где-то близко, возле, рядом с Серпухово, а возможно даже здесь в Москве, есть залы гравитационной гимнастики, вдруг. Либо вы живёте в Магнитогорске или рядом, там имеется зал гравитационной гимнастики. Либо в Екатеринбурге или рядом с Екатеринбургом, там имеется соответствующий зал, который может, как раз вот эта гимнастика здорово влияет на костный мозг. И тем самым, вы вот поинтересуйтесь, я постоянно пересматриваю, перечитываю вот эту гравитационную гимнастику для того, чтобы понять, как в ней прогрессировать. И как раз вот там рассказывается, да, была там такая-то опухоль, должна была там операция предстоять. То есть всё. Позанималось несколько занятий, нету. Ну и плюс у меня есть книга, где собраны разного рода лечения онкологии народными средствами. Посмотрите её, чтобы у вас создалось какое-то впечатление. Может вам и голодать не надо, может вам с помощью керосина это сделать, может вам с помощью там, допустим, яблочного свекольного сока сделать и так далее. Можно решить, не говоря уже там, водка с маслом и так далее. Значит, месостазы ушли в кости в несколько мест. Насчёт этого я рассказал. Гравитационная гимнастика, по крайней мере, поможет. Поможет. Раз. И плюс, естественно, если мы понимаем, что рак представляет собой грибницу, можно соответствующим образом там применять, допустим, там керосин, можно применять соду там. И прочее, прочее, прочее. Ну, короче, вот, прочитайте. А важно понимать, с чего это всё начиналось. Так. Значит, месостазы в кости ушли в несколько мест. Вот как после этого доверять врачам. А я только до этого и говорил. У него своя семья, свои проблемы. Он, может, взял там этот самый, как его, этот самый, кредит. Ему надо выплачивать. Он такой, как быстрее, 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 быстрее отсюда, отсюда набраться. Он решает свои проблемы с помощью вас. А мы не понимаем, что мы нажили эти проблемы, нажили их. И нам же надо их решить. Потому что болезнь – это как раз и своего рода не наказание, а учёба. Слушай, ну ты неправильно поступаешь. Пересмотри всё это. Остановись. А для того, чтобы остановиться и не грешить с помощью мысли, питания и прочего, 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 тебе даётся болезнь. Как время на раздумье. А как же жить дальше? Ты хочешь жить так или сгинуть? Или ты хочешь жить более здоровой жизнью? Как говорится, вот в чём вопрос. Я просто в шоке. А я в шоке из-за того, что люди вот такую простую вещь не понимают. Что болезнь – это урок, который даётся нам за то, что мы неправильно что-то в своей жизни делаем. И это в конце концов выражается вот так вот в болезни. Остановись. Замри. Задумайся. Что ты делаешь? Как ты делаешь? Так. Я думала, у меня обычно фиброма оказался рак. Я теперь боюсь врачей. Ну вот видите, у каждого свой опыт в конце концов. Своё видение. Одни приходят вот так к такому. Другие приходят вот так. А в чём врачи? Я вот ни в коем случае не виню врачей. Ну это просто такая специальность. Лор, онколог, проктолог, окулист, грубо говоря, сексопатолог, психоневролог и прочее, 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 прочее. Ну это профессия такая вот. Вот и всё. Если это понадобится, мы это всё можем самостоятельно для себя изучить, как это сделал я. Я, сталкиваясь с любой темой, которая меня волнует или которая меня затрагивает, я начинаю работать. Я начинаю встать в соответствующие книжечки, смотрите, большая медицинская энциклопедия. Хоть вроде бы она устарела, но тем не менее. Здесь очень много интересного материала, которого сейчас нету. Ну об этом мы поговорим. Так, пытаюсь голодать. Теперь, смотрите, выходит много слизи из носоглотки. Когда выходит много слизи из носоглотки, это говорит о том, что у нас область лёгких и голова. Ну, лёгких. И более того, не обязательно даже лёгкие. А вот эта вот грудная клетка, переполненная слизью, которая начинает выходить. Когда человек пытается голодать, на голоде как раз в первую очередь организм начинает избавляться от всего лишнего, что там было. Возможно, у Алены в своё время были запоры. Потому что так зашлаковаться, вот эта вот область, это только могут, знаете, такие запоры, которые длятся там десятилетиями. Значит, выходит много слизи из носоглотки. Это хорошо. Рвота каждый день с тёмной зелёной желчью и жёга сильно. Смотрите, рвота – это также попытка очиститься и очищения лёгких желудков, то есть вот этой вот области. Это очень хорошо. Араним сразу пытается выбросить то, что собрало там фиброму, миому и так далее, и из чего она уплотнилась. То есть он её пытается вывести наружу. Тут просто-напросто надо, если голод, вы чувствуете, помогает, надо просто-напросто запастись терпением и применять голодание. Не обязательно там сухой. Ну, не знаю, как вы там это собрали. А просто-напросто только раз-два дня поголодали. Через недельку, допустим, ещё два дня. Потом, допустим, три дня, через недельку ещё там. Чтоб у вас были силы. Чтоб вы как-то себя не истощили и не запугали вот этим всём. Это очень важно. Значит, и жога сильна, и жога сильна, но это из-за того, что желчь забрасывается в пищевод, возникает и жога. Это также говорит, что и печёночка чистится. Если вы, вот тут, знаете, вот я читаю, и у меня уже откладывается. Врачи залечат таблетками. Если вы в своей жизни много принимали таблеток, а, как говорят, а, голова заболела, опа, приму таблетку. А тут что-то заболело, опа, приму таблетку. О, хорошо и так далее. Если вы не считаясь ни с причинами, ни со следствиями, просто так, значит, ого, а это всё дальше работает. То, естественно, наша печёночка, печёночка всего, вот это, знаете, вот эти все эти осколки лекарственные, она там где-то у себя собирала. Потому что организм не приспособлен к выведению лекарственных препаратов, особенно там искусственных. Поэтому они где-то скапливаются, и вот и получается, что начинает печёночка чиститься. Это хорошо, что организм сразу пытается нормализовать работу печени для того, чтобы она включилась в работу. То есть вывести слизь, запустить печень, в которой совершаются все виды обмена, и организм, как бы сказать, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, начнёт выходить из всей этой ситуации. Тут уж надо терпеть. Вот такое вот, оказывается, знаете, настоящее лечение не тем, что вы таблеточки попринимали и, как бы сказать, соглушили вот эти все какие-то там симптомы боли и так далее, думаете, ооо, хорошо как. А настоящее лечение заключается в том, что вы нормализуете работу своего организма, вы его очищаете от слизи, вы очищаете печёнку от всех последствий фармакологии, которые вы принимали. И тогда он начнёт работать, и тогда у него появятся силы дальше нормализовать себя. Ну, поедем. Поедем дальше. Воду пить толком не могу во время обычного голодания. Рвота начинается к концу дня. Да и пускай она начинается. Это, конечно, неприятно. Но вы, когда вы пьёте рвоту, воду, вы рвёте, то есть вы тем самым совершаете акт очищения. Рвота – это не просто реакция на воду или ещё, а это реакция очистительная, и вы помогаете. А если вы будете сухое голодание делать, то это всё, что имеется у печёнки вашей, должно перегореть. И как она там выводится, понимаете? Одно дело вот это вывести, вот это раз сюда, грубо говоря, водой только, и вырвали. А другое дело, это всё перегорело, стало каким-то шлаком. Как его выводить там дальше, через что он там полезет у вас? Поэтому, поэтому, организм, вот смотрите, я вот в который раз, значит, ловлю себя на мысли, что наш организм настолько умная вещь, которая нам подсказывает, вот так, да я вот так действую, вот так, вот так, для того, чтобы всё это выбросить из себя. То есть, первым делом, вот это всё, лечение начинается с очистительных реакций. Они могут быть неприятные и прочее, 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 но от этого надо избавиться, для того, чтобы стать здоровым. Вот, хотела попробовать сухое голодание, поэтому решила вам написать и уточнить про вход в сухое голодание. Очень жду вашего ответа. Ответ я дам. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурьку с маком.